Селеканал «Губерния» снова в числе победителей. В этот раз один из самых молодых проектов – «Товарищ солдат». И его автор Александр Майоров. Он привез награду из Екатеринбурга, где подводили итоги окружного этапа всероссийского конкурса «Медиа-Аз». Самарская программа обошла конкурентов из 29 регионов в номинации «За дальний поход». Конкурс «Медиа-Аз» – смотр журналистских сил нашей страны, который проводит Министерство обороны России. Лучших в освещении военной жизни в этом году награждают впервые. И сразу к конкурсу огромный интерес. 250 работ из федеральных и областных СМИ получили в конкурсной комиссии. В Центральном военном округе конкуренция была самая большая. Среди 29 регионов проект телерадиокомпании «Губерния» стал лучшим в номинации «За дальний поход». Его отличает глубокая проработка, вхождение в атмосферу, передача, умение авторов расположить к себе людей, что тоже немаловажно. А также видна кропотливая работа именно на полигонах, именно в окопах, именно, что называется, работа с солдатом. «Товарищ солдат» в эфире с ноября прошлого года. Жюри конкурса покорил выпуск, посвященный солдатам в Рощинском. Там расквартирована миротворческая бригада. Она участвовала в двух конфликтах – в Югославии и Южной Осетии. Но программа рассказывает не только о войне. «Товарищ солдат» – это армия с человеческим лицом. «Они просто стреляют, бегают, прыгают, летают на самолетах, на вертолетах, на подводных лодках плавают. Они у нас еще там обязательно рассказывают о своих планах на будущее, описывают, сколько они получают, денежное довольствие. Они обязательно там рассказывают, как кормят, грубо говоря, на Северном флоте, как кормят, я не знаю, в миротворческой бригаде. То есть все стороны жизни». Итоги конкурса на всероссийском уровне подведут уже в Москве 27 марта. Победители получат награды от министра обороны Сергея Шойгу. Ася Кондаурова, Александр Ерофеев. Новости губернии.